Друзья, если вам не сложно, поддержите меня лайком под этим видео и репостом в социальную сеть, чтобы побольше народу увидело мое видео про Тримуника. Это же все-таки прикольно. Ну ладно, давайте, поехали. Всех приветствую. Этот выпуск я начинаю в таком формате. Сейчас все это перейдет плавно в режим влога. Что я вам хочу сказать. Я к этому ушел, наверное, года три. То есть, примерно три года назад у меня зародилась такая идея. Хотя нет, что я вам вру. Она зародилась в тот момент, когда я к своему iMac, вот на этом самом углу, приставил второй монитор. И тогда я понял, что, блин, что-то хочется такого. Но я не мог как-то это сделать, то есть выйти за рамки. Когда, знаешь, пока не повернешь, ничего это не узнаешь, что там за поворотом находится. Конечно, нужно решиться. В прошлом году были попытки. Мое там Black Mesa и так далее. То есть, я прям реально, я хотел сделать себе triple screen, но, наверное, опять испугался. Ну, я не знаю, чего испугался. Может, там, слишком дорого что-то купить, там, опять вешать и так далее. И потом почему-то как-то появилась идея повесить телевизор. Ну, здесь вот большой телевизор и монитор повесить сбоку. Но прошел год. Чего-то я как-то посидел, подумал, что нужно мне двигаться вперед. Я вот именно в плане рабочего места. И хорошо, блин, подвернул, что я хотя бы нашел эти моники, которые похожи по рамкам. И вот такая вот фигня сейчас. Пока все это дело выглядит вот так вот. Повесил кронштейны. Мудненькие. Тяжелее, конечно, чем вот этот Asus, который висит. Эти мониторы в Yisonic. Все, короче, по 27 дюймов. Эти поддерживают 60 Гц при 2К разрешении. И главное, что у всех 2К разрешение, чтобы это было красиво. Я вам скажу так. Мое рабочее место примерно 10 лет назад выглядело вот так вот. Вот. Это вот этот самый угол. И стоял совершенно обычный вот этот угловой стол. Все. Вот. Теперь вот до чего мы докатились. Что я сегодня уже сделал? Я, значит, вытащил все свои инструменты. Достал новую дрель, которую еще, кстати, ни разу не пользовался. Зубр ее покупал, по-моему, на зоне. Я уже даже не помню. Тысяча за 2,5-6 рублей. Хорошая дрелька. Очень хорошо просверил все отверстия. Темка мне даже помогал. Все мои инструменты разобрал, вытащил. А потом папе пришло все эти там 200 кусков обратно складывать, как лего прям собрать. Но на данный момент я готов к тому, чтобы взять моники и повесить их сюда. Наконец-то свершится. Сейчас я их повешу не окончательно. Нужно будет еще дождаться проводов и поменять задник. И, скорее всего, потом поменять столешницу. Ну, вот так вот хочу полностью все обновить. Как раз именно, чтобы все было посветлее. Потом еще подсветку сделаем. Сейчас вешаем, потом через некоторое время будем заказывать новый задник, пилить в нем отверстие, прятать все провода. Вот так вот. Так что сейчас морочиться со скрытием проводов от этих моников, что-то я не собираюсь. Потому что это не нужно. Если я со мной собираюсь этот задник менять, это лишнее действие. Все, короче, поехали. Да, пока все выглядит вот так вот. Два моника, белые кронштейны. Напомню, что черных не было. Да и без разницы, со мной они будут сзади висеть. Этот моник уже нормально прикрутил вторым болтом. Теперь можно его туда окончательно задвигать. И вот такая вот будет красота. Будет красота, ребят. Кстати, меня постоянно что-то в комментариях спрашивают. Илья, как ты этого добился? Чего, ребят? Я, в принципе, да что я своей жизни добился? У меня есть семья. Вот. Это хорошее. Того, что я добился. Насчет Ютьюба. Ну, блин, это так. Это кому-то, знаешь, кому-то везет, кому-то не везет. Что вот канал где-то начал у меня показываться. И вот куча народа пришло. Все спрашивают постоянно, где я начал учиться. Точнее, учиться, где я учился. Я вообще поменял четыре школы. И потом учился в институте. МИФП еще назывался тогда. Да. Выучился на юриста. Кем я сейчас работаю? Ну, можно сказать, блогером. Ну, и, кстати, всем молодым парням и девушкам четче советую. К примеру, представляете, вы поступаете в вуз. Учитесь там пять лет. Ну, и, в принципе, совершенно не знаете, что там получится. В большинстве случаев родители делают выбор, наверное, за тебя. То есть, где ты будешь учиться. Потому что я помню себя, что... Ну, это было сложно выбрать, что я вообще хочу. Я-то, наверное, вообще ничего не хотел. Могу вам что порекомендовать? Мне тут недавно обратились ребятушки из Скиллбокс. Тема хорошая. В принципе, в принципе, из того, что сейчас есть и будет актуально в будущем, это все, что связано с интернетом, 100%. Программисты, интернет-маркетинг, веб-дизайн, программирование. Это все актуально. Короче, сейчас есть такая тема, как называется Скиллбокс. Это онлайн-университет. И его миссия заключается в том, чтобы изменить мир образования в России. Ну, и СНГ. Сейчас у них в марте в онлайн-университете Скиллбокс проходит онлайн-марафон по трем профессиям будущего. Веб-дизайн как раз, интернет-маркетинг и программирование. Две недели с ведущими практиками. Марафон бесплатный совершенно для вас будет, но доступен по регистрации. То есть, в принципе, если поразмыслить, то можно уже стать востребованным специалистом даже сейчас уже, сегодня. Участие совершенно бесплатное. Ребята, рассмотрите этот вариант, кому это интересно. Реально штука полезная. Образование всегда нужно. Переходите по ссылке в описании. Меня, соответственно, поддерживайте. Посмотрите, что там да как. Потому что сейчас все в интернете связано. Надеюсь, те, кто еще об этом задумывается, о своем образовании, рассмотрите такой вариант. Так что ссылку вам оставлю на Скиллбокс в описании. Образование – это хорошо. Ну, а мы вешаем монитор. В будущем-то будет все как раз выглядеть примерно вот так вот. То есть, без проводов. Вот здесь, без каких-либо. Но смысл сейчас все вот это отодвигать, пилить такую же дырку вот здесь вот снизу. Все это протягивать нету. Потому что я вот этот задний хочу потом поменять. Он меняется у меня очень легко. Получается, я откручиваю просто вот этот кронштейн. И вот у меня здесь два винтика, смотрите. Вот он, раз винтик. И вот он, два винтика. Я его в черном покрасил. Вот так вот он неровно у меня вот здесь держится и вот здесь вот. Я даже не помню, почему это так было. А, у меня здесь маленькая полка висела. Когда еще iMac стоял. То есть, у меня же здесь полка была вот до сюда. Я уже потом вот эту большую повесил. И это как раз от той полки было два. И вот эта нормально на ней держится. Ну, окей. Пока не знаю, какой музыкальный центр поставить. Ладно, давайте хотя бы один повесим. Вот этот. Я тут вот что и обнаружил. У меня же тут есть еще одна проводка для подсветки. Вот этот, по-моему. А, вот это нормально. У меня сама лента сломалась. У меня тут еще HDMI. И как раз USB-B один протянут. Но это тоже надо все снимать, чтобы это вытащить. Или вот это полностью отодвигать. Ну и хрен с ним. Пусть пока висит. Обратно задвинем. HDMI кабель на удивление, но оказался не таким уж дорогим. Блин, и прикольно, что он, короче, такой вот лапшой сделан. Тоненький. Вот, кстати, прикольно. Я, кстати, не ожидал, что так будет. Я думал, что обычный круглый будет. А это мне даже на руку. Он меньше места занимает вдоль стены. Слушайте, ну прям кронштейн вообще топовый. Мне кажется, что они сейчас по скидке вообще с производства снимают. В комплекте куча просто всего, что типа требуется. Ну, во-первых, все крепежный элемент. И даже винтики, которыми я прикрутил сам кронштейн именно к монитору. Ну, здесь получается 100 на 100. Ну, 10 сантиметров на 10 сантиметров крепления веса. Вот, кревые. Такие 450 рублей стоили. Подставки, понятно дело, от мониторов оставлю. Что-нибудь потребуется мне еще. Так, что? Все, я, конечно, туда уже все вбил. Осталось завинтить. Где мой набор инструментов. И вот он. Это я себе подарок на день рождения. От всех сделал. Потому что мне деньги родственники дарили. Такой вот набор инструментов. Темка его немножко разобрал. Здесь вообще есть все. Вот все, что потребуется, все есть. Давно мечтал о таком. Один есть. Остался еще один. Фух. Смотри, как ужасно это все выглядит. Ну, когда они не ровно висят. Вот. Что круто. Что-то на крикках это осталось. Окей. Так, кончу. Приклеим отсюда. Вот. Что круто. Они вообще независимы друг от друга. Можно ничего хочешь делать. Можно хоть вот так вот взять его повернуть. Бум. И в таком формате там, я не знаю, комментарии на стриме смотреть. Во весь экран такие будут. И другое взять так же повернуть. И это тоже повернуть. Вот. Вот это круто, что они независимы друг от друга. И можно еще вот такую фишку делать. Например, захотел кинцо посмотреть. Я-то раньше здесь сидел. Ну, понятно, что можно на телек пустить. И так, хопа. Ну, одной рукой, конечно, неудобно его вертеть. Вот так лег сюда. Можно здесь смотреть. А сзади выглядит все очень аккуратненько. Мне нравится, что здесь еще подсветка пока есть. Очень аккуратненько смотреть. Вообще ничего лишнего. Но здесь пока проводов нет. Потом провода-то отсюда я, конечно, буду крепить как-то здесь, под кронштейном. И дальше они будут уходить. Так вот вопрос, куда они будут уходить. С этой стороны, скорее всего, придется вот здесь делать дырку. Потому что ты, если сбоку будешь смотреть... Ну, конечно, он не так будет выдвинут. Он будет туда, к стене. Чтобы вот здесь не было никаких проводов. Они были вон там вот спрятаны. Что-то типа вот этого. Здесь посередине не видно. С этой стороны, в принципе, тоже по барабану, где они будут. Ну, ладно. Вот с этим надо будет заморочиться. Именно с этим Моником. Потому что здесь как-то все просматривается. Ладно, окей. Дай, подрубаем. Ну, конечно, пока, может, эти не использовать. Они, конечно, по 5 метров. Или сразу их кинуть. Что-то я даже не знаю. Ну, ладно, наверное, сразу их кину. О, хорошие провода. Готово. Есть, ну, по крайней мере, пару монетов, которые нужно будет поправить. Из-за того, что... Не знаю, по какой-то причине... Вот здесь, видите. Этот получился немножко выше. Так-то, конечно, можно выпрямить. Но получается, она фигня. Я, походу, вот этот и вот этот все-таки повесил немножко повыше. А все это, наверное, из-за того, что... Само крепление к монитору крепится не в том же самом месте, что и у Asus. Этот момент я не учел. Ну, практически похоже. Вот так вот. Я бы не сказал, что и вот здесь ровно. Короче, мне нужно Asus немножко поднять повыше. Я это делать буду как? Ну, соответственно, не сверлить новые дырки. А, думаю, вот здесь вот надо делать на... Короче, вот на этой штуке надо будет немножко нарастить. Прям совсем чуть-чуть. Прям децил. Как-то его, в принципе, нагнуть можно. Вон, видишь, ровно встает. Короче, нужно с этим будет моментом поработать. Так, сейчас мы его вот так вот. Как-нибудь сделаем. Вот. Мне, конечно, нужно Asus прям совсем децил наверх поднять. А так получается такая вот фигня. При помощи цветочков пока провода спрятал. Ну, вот так вот они пока выглядят. Потом я их, конечно, уберу. Ну, в цветочках пусть вот так вот. Как будто их нету. Вот. Вот так. Там тоже всё в цветочках. Осталось только часики поставить эти, которые... Волометрик. Прикольные. Ну, кстати, можно использовать как блютуз-колонку, но я этого не делаю. Просто как часы. Так. Осталось только нормальную какую-нибудь заставочку поставить. А ну-ка сейчас сделаем. Ну-ка. Смотрите, как выглядит. Прикольно. Всё движется. Не особо видно, что движется. Но движется. Вот это вообще топовая хрень. Заставка, смотрите, посередине такими зелёными. Здесь, короче, перетекают плавно какие-то красные. Здесь фиолетовые. Бомба. Вот. Значит, нужно будет разобраться с уровнем. Ещё, то есть, из способов применения. Сейчас они, видите, всё равно каком-то расстояние от стены висят. Но их можно полностью туда утопить. Я как-нибудь потом сделаю. Из-за этого... Ну, когда к стене утопишь, то есть, он прям ровно вписывается как раз в границы этого задника. Отсюда, конечно, выглядит вот так, что он вбок залезает. Но мне это не нужно. Мне нужны вот такие вот ракурсы, чтобы я на фоне этого всего записывал видео. Чтобы это выглядело круто. Осталось разобраться с уровнем этого всего, чтобы выравнить. Либо придётся найти какую-то штуку. Я думаю, что в любом случае есть переходник к какому-нибудь весу. Как раз который можно подцепить между монитором и самим кронштейном, чтобы там уже, ну, прям детально регулировать высоту. Я думаю, что это тоже такое возможно. Либо... Либо здесь вот, может, шайбу одну убрать, чтобы он поменьше стал. То есть, сейчас, видите, вот эти вроде как-то плюс-минус нормально, хотя он всё равно ниже висит. Вот этот. Это сейчас немножко вот так под углом. А здесь, вон, насколько выше. Либо там вот... Либо шайбу убрать, либо вот эту вот поменьше найти, фиговину. Прямо чуть-чуть поменьше её, чтобы он побольше вниз было. Либо вот найти переходник сюда. Ну ладно. Это решено. Это всё не критично, не страшно, потому что сейчас я пока за этим посижу, пойму, как всё это дело применять. Ну, хорошо, что у меня свободная столешница. Можно здесь... О, много чего делать. Потом будем менять задник. Будем всё дело делать. Ещё раз напомню про бесплатное онлайн-обучение Skillbox. Ссылка будет в описании. Переходите, смотрите, чекайте. Ну всё. Аудио пока поставил наверх. Ну, всё-таки самую хочу головное устройство вниз спустить, потому что мне удобно с ним общаться. Ну, пусть пока здесь постоит. Да, хотя бы пару дней, наверное, так посижу. Потом у меня ещё есть светильники. А светильники можно... Они там, конечно, на ножках. Вот сюда, например, становятся. И управляются полностью с компьютера. То есть можно свет делать. Не знаю. Надо будет их применить. Какой-нибудь видосик записать. Посмотреть, пойдёт, не пойдёт. Потому что хрен знает. Но так всё выглядит. В общем, даже опрятно. Вот если провода ещё спрячу, будет вообще шикарно. О! Ну, это они как со мной далеко вынесены. Надо их будет поменьше, чтобы задвинуть. Во! Короче, ребят. Класс! Нравится! Только по высоте. Немножко Asus поднять, и всё будет ништяк. Вот. А то как-то самое, блин, это наверх, этот вниз, этот ещё чуть повыше. Что-то среднее. Ничего, выровня. Потому что, мне кажется, ну, нереально без лазерной указки повесить настолько ровно. Потому что там регулировок никаких больше нет. То есть там даже полсантиметра играет разница. Да. Ну, я так настолько не заморачивался. Поэтому сейчас будем что-нибудь исправлять. Спасибо, что досмотрели. Давайте до новых видео. С вами был Ре. Давайте. Пока! Трипускрин. Ура!